Александр Зусик Очень приятно Я, конечно же, хотела поговорить о глобальном проекте, я имею в виду Башню Ахмат Вообще, когда речь идет о строительстве этого здания, здесь же решается вопрос не только технологический, это же вопрос, по сути, даже немножко философский, потому что здание строится фактически, ну, новый облик города сейчас вы создаете Знаете, вот этот форум показал, что существуют совершенно разные направления в области высотного строительства Кто-то концентрирует внимание на технологии, технологии строительства, технологии, ну, скажем, отделки фасадов Наш проект совершенно другого направления, помимо того, что там все это есть, есть еще и другое Башня Ахмат и примыгающий комплекс, который мы сейчас называем ядро центра Грозного Это некий ответ всем событиям и в той вот печальной истории, которая была связана с республикой, с Ченской республикой И это новое лицо этой республики Вот функционально на самом деле нужно такое большое здание Грозному, ведь это, ну, не очень большой город, так это назовем Это не есть ли просто амбиция такая и не более того Вы знаете, все высотные здания – это амбиция, все, даже если это будет 100 метров, даже не 500 и не 1000 С точки зрения логики, никакой монумент не имеет логического, ну, функционального такого обоснования Но если его построить и сделать из него элемент туризма, активный элемент, значит, сервиса И создать его как знаковый элемент, которым будет гордиться народ Это очень дорого стоит, чтобы люди гордились своей страной Вы знаете, это очень много для нации Особенно после того, что пережила республика, пережил город И я с огромным просто уважением отношусь к людям, которые в кратчайший срок все это восстановили и пошли дальше Уже сейчас там два здания, которые относятся к 50 самых высоких домов в России Уже сегодня А появление башни Ахмат – это естественное продолжение вот этого направления, которое Рамзан Ахматович ведет По созданию уникальных объектов республики, чтобы сделать ее привлекательной туристки Я соглашусь, конечно, здесь велика социальная функция, там даже политическая где-то функция Но тем не менее, вы упомянули, что, конечно, на это потратить нужны деньги Я хочу спросить про размер инвестиций и, конечно же, кто инвестор Башня Ахмат, ее стоимость в районе 600 миллионов долларов Это сопоставимо с ценой подобных объектов И я бы даже сказал, что стоимость одного квадратного метра При той высочайшей сейсмичности Вот Владимир Ильич Трауш Только хотел спросить, да Конструктор, выдающийся конструктор общей современности И, ну, автор таких объектов, как Останкинская башня Он скромно сказал, да, все расчеты всех объектов сети Вот там есть 20 объектов 20 объектов он пересчитал Можете себе представить, что это за голова В этом проекте, как в самом проектировании, так и в строительстве Нет ни одного рубля из бюджета Чтобы сразу, как бы, этот вопрос Да, это важность Есть колоссальная энергия руководства республики Которая умеет находить ресурсы, которые не являются бюджетными В данном случае это, конечно, позиция Амзана Ахматыча Который живет в будущем своей страны И видит ее очень хорошо Значит, это частный капитал? Это, нет, это могут быть и объединения, но они не государственные Это финансовые объединения стран, которые поддерживают То есть это не российские даже Нет, не российские, и российские, также инвесторы Там есть еще такая идея, хотелось бы, чтобы вы ее прокомментировали Двухэтажная река Да, вот это, надо сказать, что, во-первых, это конкретно идея Амзана Ахматыча Потому что он очень так глубоко все эти вещи понимает Главное, что у него это все уже местами реализовано в республике Что такое? Настоящая горная река Сунжа, которая протекает, имеет совершенно фантастическую табрис Протекает по Грозному, потому что Грозный достаточно плоский город И поэтому река ведет себя очень прихотливо Река горная, с паводками, со всеми там вытекающими Она несет лесы, пески и так далее Она никогда не бывает прозрачной Уже года два назад Был построен достаточно серьезный, ну, будем говорить, такой Новое русло бетонное Возведены конструкции, которые забрали эту реку в некий футляр Ну, достаточно широкий, около 50 метров и высотой там 7-8 метров И было принято решение поднять еще этот уровень, перекрыть его И по этому второму уровню впустить прозрачную воду Сделать такой рекреационный... То есть еще один туристический объект Абсолютно Если возвращаться к небоскребам, к их безопасности То есть в Грозном Сити, есть там такой проект, были пожары Ситуация опять простая Нужно не доверять иногда дешевым ценам при поставках Было абсолютно четко Такой же пожар, с тем же материалом Произошел вот неделю назад в России Еще один Горел утеплитель, который не горит по всем сертификатам Который был просто в обманном порядке Заведен на наш рынок Получены все необходимые документы И компания, которая это сделала, она очень сильно пожалела об этом, безусловно Потому что когда потери там многомиллионные Сгорел весь фасад Благодаря тому, что утеплитель оказался порохом Знаете, это все за очень короткое время Повезло, что это здание только сдавалось в эксплуатацию Там не было людей И он, в общем-то, не был населен Да, вопрос безопасности, конечно, очень важен Последнее, про что спрошу Про форум небоскребов вот этот Как ваши впечатления, что вам понравилось, может быть, что не понравилось, наоборот И насколько это перспективная идея Вообще проведения такого форума И того, что Екатеринбург замахнулся На то, чтобы стать центром компетенции высотного строительства в стране Ну, я считаю, что это, во-первых, удалось Вот я сегодня вел круглый стол На котором достаточно того Вот назвать, что это была Лотто-компания Которая один из двигателей вообще всей Южной Кореи Которая представляла свой небоскреб Лотто-тауэр 550-метровый И компания, значит, Эндрю Смит Гардан Грилл Которую представлял Александра Аскацетти Это вообще звезды, не просто первые, а мега-звезды То есть это компания, которая построила Бурдж-Халифу Сейчас строит в Шанчжине 600-метровую башню Сейчас строит в Ариаде километровую башню Это космос просто И Эндрю Смит, которого я наблюдаю за его творчеством Ну, лет 25, там, может быть, больше даже До еще первого его небоскреба Вот это блестящий архитектор Который проработал несколько десятилетий В крупнейшей компании Чикагской СОМ Скитон Раэнк Мирилл Она вообще одна из лучших компаний На сегодняшний день в мире Именно по уровню архитектуры Еще в 50-е годы сделанные работы Были отмечены Нобелевской премией В 50-е годы Компания существует, наверное, лет 70 уже То есть это очень серьезный продукт Такой, знаете, вот в архитектуре есть такое понятие Чикагская школа С нее начались не просто небоскребы А вообще современная архитектура Чикага – это город Райта Который своим путем шел Там одноэтажный И там в другой архитектур Но одновременно именно в Чикагу Появились первые в мире небоскребы И вот эта компания, которая называлась СОМ Которой работал Эндрю Смит В конце концов преобразовалась В компанию Эндрю Смит отдельно То есть И это совсем недавно произошло После строительства Бурж-Халифы Я совсем недавно был в Бурж-Халифе Порадовался за людей Потому что этот дом не закончился Он набирает класс Я встречался с владельцами этой компании И с хозяином просто этой башни И они сейчас пристраивают к нему оперный театр Настоящий европейский оперный театр Потому что Дубай – это город большого бизнеса И большой торговли, большого шопинга Будет превращаться постепенно в город и культуру То есть появляются объекты, которые работают Только на интеллектуальную сферу Абу-Даби уже начал этот процесс Одновременно пять музеев сейчас строится И оперный театр Причем звезды первой величины там работают Примерно такой же процесс начался и в Дубае И могу сказать, что только присутствие этих компаний Мне так повезло Они были оба на моем круглом столе То есть мы со своим маленьким объектом Грозным Когда перечисляется количество объектов, которые делает Эндрю Смит Это просто одновременно строится порядка 7-8 башен О которых мы только можем мечтать Километр, 600 метров Они не проектируют все это Проектируют тысячи людей Они создают концепции идеологические Но в них входит и расчеты этих зданий С ними работает Том-Том-Томасетти Компания, которая посчитала все основные самые высокие здания в мире сейчас Но так получилось, что они сделали и Петроносы И башню в Тайпэй И Бурдж-Халифу И я так понимаю, что они считали Джеймао И Нашу Федерацию, если я не ошибаюсь Да, и Федерацию считали А сейчас это еще 660-метровая башня в Шанчжэне Которая уже почти построена Ну, коробка стоит уже И километр, который вот пока в начале строительства Километровая башня И вот представьте себе Эти люди с удовольствием приехали к вам И вы оказались первым местом на самом деле Вот в России, где такой конгресс проходит И я считаю, что это колоссальный успех Только вот этот момент На самом деле, еще есть целая группа Китайские представители Просто я с ними не пересекся в своих Хотя я прекрасно знаю Китай И знаю, какого уровня их строительства Но есть идеология Половина небоскребов мира Построена тремя-четырьмя американскими компаниями На сегодняшний день это факт Даже вот этот Лотто Тауэр Да, колоссальнейшее участие Корейских инженеров, специалистов А кто спроектировал башню? Кох, Педерсон, Фокс Это компания, которая построила Таких башен уже штук шесть Включая открывашку в Шанхай Знаменитую 550 метров Это просто вот получилось так Что в каких-то крупных компаниях Концентрируется идеология высотного строительства Вот Эндрю Смит Кох, Педерсон, Фокс Хок И, пожалуй, там не так уж много и добавить можно Это идеологи мирового высотного строительства Ну, в какой момент можно взять, научиться И уже строить самим? Сколько, какой промежуток времени должен пройти? Вообще, возможно, это в случае с Россией? У них не нужно ничего ждать И никакой промежуток не нужен Потому что любое строительство подобного уровня Совершенно несложно пригласить специалистов Сильно поднимает наши компетенции И вообще, в силу того, что в России цены на проектирование Вообще, уже, может быть, местами даже выше, чем на Западе Да, да, да И те здания, которые строятся высотные Они стоят ровно столько же, как стоят на Западе Нет никакой экономии Если вот кажется, что в Китае там есть дешевая рабочая сила Да никакая она не дешевая уже Давно уже не дешевая И стоимость этих зданий Если пересчитать все это на обычную там единицу какое-то измерение Ну, пускай это будет пока доллар Пока мы как бы через него, да Они примерно одинаково стоят во всем мире Там очень небольшая разница И я не думаю, что надо приглашать специалистов других Вот сегодня здесь на нашем круглом столе Было вывалено такое количество материалов Я вроде бы эти здания Я их видел, руками трогал И видел несметное количество про них материала Все равно появилось огромное количество материалов Которые вообще как бы абсолютно на ухал Даже сегодня в докладах Вот несколько раз были показаны разные конструктивные решения Которых в мире вообще нет То есть это практически их презентация произошла Причем мы так легко к этому относимся Люди просто изобрели новый пароход или велосипед А мы так как нам кажется, что это вот Ну, как-то легко и естественно Вот в докладе вот этого Эндрю Смитт Гарден Грилл Вот этой компании Было показано целые узлы Очень тонкие Я видел, какие лица были у русских проектировщиков Потому что это действительно нигде не увидишь Потому что это вещи, которые не публикуются Они являются предметами изобретений Они спокойно привезли и все это показали Не потому что мы такие, мы не поймем разницы Мы поймем Мы очень хорошо это все понимаем Вот Поэтому я считаю, что полезность чрезвычайная Раз То, что это удалось сделать И то, что вообще, так сказать, внутри Не в Москве провели Не в Питере, там, около этой башни А именно здесь Где есть Созрела психологическая ситуация И созрела, ну, как бы, своя инженерная культура Ведь вы строите со своими силами Своими рабочими За свои деньги Это таких мало мест Если посмотреть, как строятся все башни в мире Это международный конгломерат участия Там деньги из одной страны, люди из другой Там, если половина объектов Вот любое башню возьмите Тайпей, да? Американцы рассчитали Тайпейцы нарисовали Корейцы построили Американцы там поставили какие-то материалы Чего там только нет Одну конструкцию делают в одной стране Другую конструкцию делают А вы практически смогли домашними силами Что уникально, на самом деле Иметь такие объекты уже выше 200 метров И это здорово Это очень, я думаю, приятный и важный комплимент Для наших застройщиков Это де-факто, понимаете? Есть абсолютная реальность Если бы так вот все это произойдет То баланс сил в стране Очень, так сказать, может очень сильно изменится То есть, другими словами, вы в нашу амбицию верите? Нет, во-первых, я верю в людей, которые собрались ради общего дела Знаете, вот И когда вы эти, это люди разных Политики, финансисты Специалисты, узких таких, там, архитекторы Конструкторы и подрядчики Подрядчики Вот это все собирается И вот сюда Давайте, давайте И взяли, и сделали Спасибо вам За этот интересный разговор Спасибо